здравствуйте прежде чем начать сегодняшний наш эфир сегодняшним необычным гостям хочу обратить ваше внимание на календарь вокруг света армянского который еще есть у меня просто спрашивают приходят сообщения личные спрашивают остался ли календарь да он есть вы можете его по-прежнему также заказать условия все те же под этим видео нажмете там вот есть черный такой маленький этот черный треугольник и там все условия для тех кто не знает календарь вокруг света армянского выходит уже вот он четвертый год подряд этот на 2022 год не меняется информация каждый год новая информация по каждому дню об истории армении армянского народа и армянской диаспоре по всему свету каждый день новая информация что произошло в тот или иной день каком-то году потом то все это вы сможете собрать в одну такую большую подшиву и у вас будет полный энциклопедический комплект об армянской истории и об армянах мира ну что ж и теперь я хочу вас познакомить с одним на мой взгляд очень интересным человеком дело в том что как мне помнится еще года три назад я изъявлял такое желание что хотел бы открыть в ереване центр азербайджанских исследований где бы изучался в том числе конечно же азербайджанский язык значит история этого народа немаловажный фактор играет и это на психологии этого народа но что-то пошло не так затем началась эта самая злополучная война и вот буквально на днях я узнаю что такой центр в армении таки появился что очень похвально и меня очень порадовала эта информация и порадовала она вдвойне потому что центр этот открыл достаточно молодой человек вот сейчас предоставим ему слово у нас на связи из еревана арам пуладян арам здравствуйте здравствуйте вы основатель и директор азербайджане language center сколько вам лет давайте вот начнем с этого потому что действительно очень необычно чтобы человек вашего возраста взялся за такую нужную важную работу и серьезную я первую первую очередь скажу что неважно в каком возрасте работаешь во благо государства мне 21 год это пример для тех кто говорят кто говорит что я еще молод у меня все впереди я поэтому не зря спросил возраст так что не нужно ждать того что будет впереди нужно начинать все здесь и сейчас арам расскажите пожалуйста о вашем центре что вы изучаете там как проходят занятия где вы взяли преподаватели азербайджанского языка и самое главное говорите ли вы на азербайджанском языке ну наверное я начну с конца да я сам владею азербайджанским языком язык мы основали на вдвоем я и мой друг который является прекрасным азербайджанским язык а центр а это центре конечно центре элси мы основали в прошлом году 2021 летом основали центр и могу сказать что давным на самом деле давно еще до 2021 войны 2020 года у нас была мысль что мы обязательно должны продвигаться вперед в этом направлении потому что прекрасно осознаем что язык врага это очень сильное бессомненно очень сильное оружие в руках и без знаний о враге если ты не знаешь своего врага изнутри о победе можно только мечтать это самый главный фактор который нас привел вот мы к этой мысли сейчас уже могу с гордостью сказать что мы через три месяца заканчиваем первый курс азербайджанского языка и не могу назвать цифру это секреты честно говоря но довольно таки много студентов уже закончат свое образование в элси это огромный ресурс для армении преподаватели насчет преподавателей я спросил где взяли преподаватель азербайджанского языка у нас у нас несколько преподавателей которые ну а во-первых что в армении сейчас к сожалению очень очень мало азербайджановедов почти всех я сам лично знаю и несколько несколько из них у нас преподают преподают знание у них конечно очень высокого уровня но вы же тоже владеете азербайджанским 21 когда вы его начали учить что вы сейчас разговариваете на этом языке да я азербайджанским владею на этом языке свободно я разговариваю много лет назад я принял решение начать изучать язык своего врага понимая что без этого мы далеко не продвинемся и после этого уже в течение войны мы сами ощутили что это обязательно для всех абсолютно для всех солдат в частности как проходят эти занятия и что еще изучается кроме азербайджанского языка два раза в неделю полтора часа кроме азербайджанского языка наши преподаватели также преподносят довольно таки глубокие знания связанные с азербайджановедением история столетняя история этого государства культура как вообще создавался этот язык где их корни когда я говорю что мы должны изнутри знать своего врага я имею ввиду и это тоже и обязательно в нашей программе есть этот отдел тоже без этого наши уроки не проходят арам скажите но мы знаем такую вещь что азербайджанская история она как бы в азербайджане одна а за пределами азербайджана она другая и это не секрет уже давно он недавно я узнал что даже петр первый писал на азербайджанском языке обращаясь к народам кавказа да и вот вы какую историю азербайджана преподаете ту которая в азербайджане то есть как азербайджан который от персидского залива до бомбея или все-таки академическая история азербайджана ну я думаю что вы сами прекрасно знаете и весь я сейчас я сейчас прошу почему я задал этот вопрос и по крайней мере население армении или та часть которая уже нас знает они все знают для чего именно эти занятия есть у нас отдельная отдела которая связана с историей культуры мы когда мы преподносим людям истину что произошло в течение 100 лет потому что есть наверное не миллиона миллиард фактов и за границей и самой нашей республики что азербайджану не более 100 лет до 1918 года этого государства абсолютно не было на на свете и само слово азербайджан происходит от от коренного армянского слова атарбатакан атарбатакан который ограничил во время великой армии армении ограничился с одним из 15 частей великой армении с пайтакараном и находился южнее аракса до южнее аракса а какие еще дисциплины помимо истории языка даются конечно не раскрывая все наши карты я могу сказать что мы сосредоточились также на по направлению военном направлению потому что конечно по не понимаем что сам язык очень важен но не забываем что нужно нужно также преподносить людям на данный момент что происходит в азербайджане инфраструктура военная которая мы должны это принять потому что недооценивать врага нельзя ни в коем случае мы изучаем также инфраструктуры которые которые создавались в течение лет в азербайджане военные инфраструктуры и это тоже очень важно чтобы знали все студенты которые учатся в элси а скажите как вообще студентам дается азербайджанский язык сложный он простой вот что что они говорят об этом языке в одном из своих интервью я однажды сказал что отвечая Олегу перед моим интервью Олег сказал что он уверен что Армения никогда не встанет на ноги я как в ответ ему сказал что единственная сфера в азербайджанском языке в которой все абсолютно слова имеют имеют тюркские корни и они именно азербайджанские слова это скотоводство это единственная сфера абсолютно все другие сферы начиная с образования заканчивая с военной сферой это и сам являясь являясь на данный момент уже преподавателем азербайджанского языка я всегда всем моим студентам говорю и во время интервью тоже что азербайджанский язык является это факт является миксом так сказать там есть и персидский язык есть и армянский и арабский и русский и турецкий и поэтому могу сказать что он не буду с вами откровен и скажу что он нетрудный но и нелегкий потому что многие и в Армении тоже я очень много слышал говорят что азербайджанский очень легкий язык его можно выучить в течение 2-3 месяцев но это совершенно не так и не соответствует истине азербайджанский язык не очень трудный но его нужно изучать по крайней мере по нашему мнению по нашему алси изучать 8-9 месяцев я В ellоженном в качестве отношения в box не все среди. Агарь, если это будет, то вы можете ответить, но вы не можете ответить. Халк-хазырда, у вас не много требований? Я думаю, что, ELSI мэркэзи, у нас очень много людей. В ELSI мэркэзи, халк-хазырда, очень много требований, но это очень много. Окей, я вас услышал. Снова перейдем на русский язык. Как быть по поводу диалекта? Очень часто даже бывало, что и я прослушивал какие-то вещи, сталкивался с азербайджанскими диалектами. Вообще, сидя в социальных сетях, я заметил, что сегодняшний Баку, он состоит даже не столько из бакинцев, а из людей, как мы раньше называли, районских. То есть, там и Нахичевань, там кого только сейчас нет, Баку, приезжих. Даже молодежь, вот они когда общаются на азербайджанском языке между собой, в социальных сетях пишут. Я через их эпистолярный жанр, через их письмо, я понимаю, что это общаются между собой далеко не бакинцы, потому что это не бакинская речь. Вот, многие из нас смеются над цаем вместо чая, да, и так далее, но это все-таки не бакинские. В Баку всегда говорили чай и говорят чай. А вот это цеканье, это исключительно районских азербайджанцев и, кстати говоря, азери, которые живут в Иране, они тоже цекают. А вот уже те, которые живут в Турции, по-моему, если я не ошибаюсь, это племена Карапапахов, тоже этнические азербайджанцы. Вот они уже как раз-таки не цекают. Они там, где нужно цекать или чекать, они джекают в основном. Вот скажите, вы на такие тонкости при изучении азербайджанского языка обращаете внимание? Да, без сомнения, в течение двух-трех месяцев, когда еще студенты только начинают изучать язык и вообще азербайджанного обведения, в основном, конечно, не обращаем внимания в течение двух-трех месяцев, не обращаем внимания на повседневный говорж. Но после уже, я скажу, половины нашего курса обязательно мы также преподносим терминологию и самые, так сказать, главные слова, которые используются в повседневной речи. Кроме того, у нас есть в нашем курсе, в котором мы сами все это создавали, и есть отдельная часть, посвященная диалектам. Диалектов в Азербайджане несколько, об этом у нас есть отдельный урок. В основном отделяется нахичванский диалект и также диалект частей, которые граничивают Азербайджан, которые граничивают с Арменией. В основном Товуз, Касах и Ахстафа. Диалекты этих частей тоже отличаются и линк-ураньской области. Несколько диалектов есть, о которых мы тоже говорим, но основные эти, которые довольно-таки отличаются от основного азербайджанского языка. Да, еще я хотел бы в вашу копилку добавить. Внутри Азербайджана еще есть такой шекинский диалект. Он такой своеобразный, его даже можно отдельно изучать, шекинский. Его порой даже называется шекидили, то есть шекинский язык, но это в Азербайджане. И есть еще, но это уже за пределами Азербайджана, дербенский диалект. Но там даже не столько диалект, сколько, наверное, больше арабизмов, что ли, вместо тюркизмов. Например, если в Азербайджане утро называют сегэр, то в дербенте азербайджанцы говорят сабах. А в самом Азербайджане сабах это завтра. То есть вот такие вот еще тонкости. Ну это чисто... Варабский язык. Да, это арабизм. Да, я поэтому и сказал, это арабизм. Кстати, арам, на каких языках вы еще говорите? На английском и на французском. Кроме, конечно, русского. Арабский пока не освоили, да? Нет, к сожалению, нет. У меня очень много возможностей было в течение моей жизни, но, к сожалению, я арабским не владею. Арам, еще такой вопрос, который, я думаю, интересует многих. В частности, именно молодежь интересует. Старшее поколение-то понимает, в чем дело, но молодежь, как правило, от этого далека. Скажи, насколько близки между собой турецкий и азербайджанский язык? Вот если молодой человек изучает конкретно турецкий язык, не азербайджанский, а вот именно турецкий язык. Неважно, как он изучает, самоучкой или частным преподавателем, или на отделении тюркологии. Вот он уже готовый тюрколог, говорящий на турецком языке. Он сможет общаться на азербайджанском языке или нет? Это, наверное, один из самых распространенных вопросов. Мне и вправду очень часто мне этот вопрос задают. Я скажу вам так. В течение прошлых 30 лет в Азербайджане было сделано все, чтобы азербайджанский язык сам по себе довольно-таки отделился от турецкого. Я уже отметил, что в азербайджанском языке есть огромное количество слов из русского языка, из арабского, персидского и армянского тоже. Было сделано все это для того, чтобы как-то привлечь внимание на националистов. И скажу вам другое, азербайджанские националисты, которые на данный момент работают в Азербайджане, они прилагают абсолютно все свои усилия, чтобы, я уже сказал, как-то отделить азербайджанский язык именно сам от турецкого. Потому что сейчас роль Турции в Азербайджане очень-очень важна для Азербайджана и для азербайджанского народа. Но все прекрасно понимают также в параллельной реальности, что если так будет продолжаться, то уровень суверенитета будет продолжаться, унижаться. И это, конечно, опускаться, и это, конечно, трагедия для азербайджанского народа. И 30 лет назад была разница в том, что азербайджанцы писали на кириллице, не на латинице. А сейчас уже в этом нет разницы, потому что азербайджанский язык тоже основан на латинских буквах, алфавит латинский. Это взяли они, конечно, у турок. Но если будем говорить о терминологии или о правописании, кроме того, о самом языке, тогда я вам с уверенностью могу сказать, что сейчас уже очень большая разница. Сам турок азербайджанца понимает не полностью, примерно на 60-70%, а если речь идет о человеке, который просто владеет турецким языком, он поймет азербайджанца примерно на 50-60%, но не более. То есть изучать нужно отдельно турецкий, отдельно азербайджанский. Если простым языком объяснить, вот вы знаете русский язык, соотношение там какое, вот насколько близок турецкий к азербайджанскому, и как вот сравнить, допустим, русский может быть с украинским, или наоборот дальше возьмем русский с польским, вот какой язык нужно славянский с русским сравнить, чтобы просто сказать, вот настолько близок турецкий к азербайджанскому, и наоборот. Если брать в сравнение, наверное, украинский, но дело в том, что турок азербайджанца поймет, больше поймет, чем, например, украинец русского. Вот так. Да. Прямо не можем говорить, потому что есть отдельные части, которые не соответствуют. Я скажу, что если сравнивать русский и украинский, тогда в этом случае, там, не знаю, примерно, вот украинец поймет русского, наверное, ну 60-70%. Примерно такое же соотношение, и если будем сравнивать турецкий и азербайджанский, но терминов больше, одних и тех же терминов, одних и тех же слов, очень многих слов один и тот же. Арам, скажи, ваши студенты, они исключительно граждане Армении, проживают в Армении, правильно? То есть, каких-то онлайн занятий не бывает у вас? Мы проводим также онлайн занятия, но с очень маленьким количеством людей. Это наше решение, потому что, сколько бы не доверяй... Ну да, доверяй... Каким-то приложением все равно до конца мы не можем быть уверены, что эти люди изучают азербайджанский язык, вдохновляясь, так сказать, патриотизмом. Вдохновляясь поэзией Азербайджана. Скажите, ну а сами студенты, вот они охотно записываются к вам в Центр изучать? Вы ведете какой-то наверняка, наверное, отбор, да? Или нет? Да, обязательно, обязательно, конечно. При поступлении в ВЛС у нас всегда бывает отбор, очень много желающих есть, но в ВЛС поступают, конечно, не все, потому что, во-первых, они должны иметь идеологию, идеологию, которую есть у нас, идеологию, которая является корнем и базой всего ВЛС, потому что если человек себя не считает патриотом, если человек думает, что он изучает азербайджанский язык просто так, тогда у него не будет места в ВЛС. Человек должен понимать, что он изучает язык своего врага, и если этого осознания нет, если он изучает это как просто язык, ну я там не знаю, я знаю китайский, давайте будем изучать также азербайджанский. Этим людям у нас места нет. Могу добавить также с гордостью, что у нас сейчас уже много студентов, и абсолютно все знают, почему они изучают азербайджанский язык, и в каком направлении они двигаются. Я не скрою, что перед тем, как связаться с вами, немного за спиной я поговорил, о вас, о центре, и мне было сказано, что поддержки от государства у вас никакого нет. Поэтому, естественно, мне любопытен такой вопрос. Где вы берете литературу? То есть ее же надо где-то приобретать, или вы сами пишете? Вот как это происходит? Есть довольно-таки очень хорошая литература, американская и русская. Есть несколько книг азербайджановедения, которые мы приобрели, и на базе этих книг сами создали такую маленькую онлайн-книгу для преподавательского состава АЛС, при помощи которого уроки преподаются. То есть вот, ну, приобрели вы на собственные средства, их приобретали, получается? Да. Вначале, конечно, потому что да, и у нас, вы правы, у нас со стороны государства пока что нет поддержки. У нас есть несколько друзей, так сказать, несколько спонсоров, которые спонсируют и абсолютно делают все, чтобы... Армяне только на этом и держатся обычно. Все любые начинания, полезные, хорошие, они обычно держатся только на добрых людях, которые помогают. От государства как не было поддержки, в принципе, так и нет сейчас. Поэтому, честно говоря, вы меня не удивили этим. Но вам чего-то не хватает? Вот что бы вы хотели конкретно от государства получить? Ну, на данный момент у нас, я уже отметил, есть спонсоры. Мы при помощи, при очень большой поддержке, мы продвигаемся... Вопросы решаете через... На данный момент никаких претензий нет. Хотелось, конечно, я скажу, что, конечно, было бы неплохо, если бы была поддержка со стороны государства. спонсоры в это время решали бы какие-нибудь другие вопросы. Да, конечно, я буду рад, я буду рад, если так будет такое предложение, но нам, но пока что такого предложения нет. Ну, надеюсь, будет. Надеюсь, будет. Да, спасибо большое, Арам, за сегодняшнюю встречу. Я желаю вам удачи на этом поприще. Это действительно очень серьезное, важное и нужное дело, то, чем вы занялись. И я надеюсь, через два, наверное, три месяца я буду в Ереване. Мне хотелось бы еще увидеться, если вы меня впустите в ваш центр, я с удовольствием вас навещу. Обязательно. Да, мне было бы очень интересно поговорить с вами, может быть, с какими-нибудь студентами, но так как студенты хранятся в тайне, я не претендую видеть их, а не меня. Мне главное увидеться с вами, вот с такими людьми, как вы, которые делают такие полезные дела в наше время. Я хочу сказать, что вы же отслужили армию, правильно, насколько я знаю? Срочку прошли, да? Судя по возрасту, это недавно было. Да, так и есть. И, насколько я знаю, вот именно служба в армии на вот этих передовых, в передовых этих местах и послужила тому, чем вы сейчас занимаетесь. Все, спасибо большое еще раз, Арам. Ну, со всеми остальными нашими зрителями я тоже прощаюсь. И, как обычно, как обычно, мы увидимся с вами в эфире через неделю. Будет интересно. Оставайтесь с антитопором. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok